здравствуйте друзья сегодня какой-то апреля живу без памяти наверно 12 может быть может быть ладно плюс минус один день вот и вы сейчас присутствуете при похоронах моих надежд очередных вроде бы многие тысячи видели мои фильмы в частности про персики вот это абсолютно живая ветка перед вами она будет уничтожена несколько черенков срежу без всякой надежды вам продать вот эта ветка срезана с самого северного в мире дерева так не отключаясь алло идет съемка перезвоните через 20 минут хорошо так продолжаю значит несколько веточек самых ценных будет срезана полежат и потом выброшу а вообще почему я назвал похоронами потому что так вот случилось что это персик выдержал все зимы в шестнадцатом году это часть фрагмент почему спилен а чтобы ветки молодые выбросил это уже не выбрасывать ветки вот поэтому она была отпилена сергеем и эта ветка возвышалась над краем да это все есть в этом самом фильмах над краем забора на полтора метра то есть она была предоставлена всем ветрам включая северный западный прочь дальше значит шестнадцатом году дерево с которой срезана эта ветка была показа дерево было усеяно персиками шестнадцатый год восемь лет назад и кондосев это не случайно человек садоводство ведущий агроном популярный самый в россии вот он же часто выступает телеканале усадьба вот он снял фильм про нее она была уже прекрасна и до сих пор жива а этого не может быть никогда это сибирь не самая холодная но это сибирь вот и перед вами самая мазостройка в мире дерево точнее фрагмент дерева самого мазостройка в мире очередной раз будет спирены срезаны эти веточки и как я вам каждый год показываю кону на кострище видите и она будет вот это наша реальность ну кто хотел тот уже если люди у которых результат уже лучше мы вот это в основном европейской россии москирия дальше идет дальше идет детская область подмосковье калужская еще нескольких местах без всякого укрытия доказано это персик-кассанский а в данном случае он привит на китайскую селиву вот показать вам китайскую селиву чтобы показывать когда она цветет или плодоносит сейчас такое время завтра минус 5 снег обещает ну это сибирь то было то плюс 15 теперь будет минус 5 это нормально эти деревья уже выдерживает такие перепады вот и альтернатива выглядит так я сейчас заставил в среде сфотографироваться с этой веткой вот здесь вот сейчас я подведу покажу время еще позволяет еще если не надоело это у меня тепловая подушка видите как тут удобно со всех сторон ветра нет смотрите внимательно и неукрытые персики персик за номером 1 персик за номером 2 на это не смотрите это абрикос подвойный я ему не даю по одни не отрезаем у меня свои принципы и наконец персик за номером 3 который привит это манджорский абрикос а это привито на китайскую селиву я про это говорю и вот здесь именно я решил сделать следующее минуточку алё если вам не срочно перезвоните потому что есть фильм снимаю самый момент минут через 20 я освобожусь так ну популярность она имеет обратную сторону медали на все время не хватает персики укрытые специально выращены были с косточки их там у меня полтора десятка и тут номер раз номер два здесь была грядка я просто не стал их все выкапывать номер три вон он почему показываю тоже захотите иметь номер четыре здесь немножко оголилась корневая шейка видите мы сейчас присыпем вот так четыре это все лежачие это все укрытые и наконец двухлетки а вот номер пять шесть и и наконец двухлетки а двухлетки да мы с них черенки уже берем на прививку и на продажу это уже двухлетка вот двухлетка видите эти бревна этими бревнами они были придавлены к земле а сверху закрыты стеклотканью но хитро закрыты под ними было под стеклотканью воздушное пространство чтобы они не подопревали вот это один маленький кусочек и еще раз тот самый супер персик самый раз стеклотканью в мире он видели я показал несколько уже неудобно но в общем он вылазит за полтора почти два метра это тот который справа вылазит выше этой самой ограды значит подвержен всем ветрам вот это и есть самая стойкий в мире персик ну сейчас я еще вернусь посмотрели на укрытые вот они еще на стойкость не потеряли от того что одну зиму провели под стеклотканью вот и сейчас я возвращаюсь знать почему потому что сейчас мы с вами будем препарировать вот этот самый вот этот самый сейчас уберем секатор кстати вот видите прививка персика продолжает знаете как я поливаю я это называю третий этаж примерно вот так это походу замечательные ветки вертикальные или почти вертикальные идеальный подвой третьего этажа и никогда не слушайте тех кто говорит давайте вот эту веточку привем мы привили это называется гора родила мышь вы поняли с ней толку не будет только почти вертикальные скелетные ветки годятся ну должны годиться на прививку так теперь давайте мы сейчас пойдемте препарировать вот это ничего что у меня руки стоят шутся я же говорю что дайте денег я найму оператора я вам такие классные фильмы сделаю но как то забывают то что фильмы некачественные ворчат так приехали мы положили вот смотрите я отрезаю ветку и смотрим на ее качество внимание видели вот я же вот тут смотрите на срез смотрите теперь сюда ой надо где то как то сейчас я ее повешу вот вот начинаем резать вот тут и вот тут вот они ветки теперь мы эти ветки их нет для меня по близости ножа ладно пожертвую одной пожертвую вот так сделаю смотрите внимательно вот это и есть абсолютно здоровая древесина теперь попробуем препарировать почки вот по бокам в четосе в середине ростовая смотрите сюда если бы они были черные или коричневые значит она мертва итак это почка цветочная я сейчас когтями разрываю итак вы видите что она живая так потом я что еще сделаю я сделаю так но это пройдет надо не здесь холодильная лютая может быть может быть может быть короче вот которая не самая ценная нет я потом возьму вот свободное ведро и я вам через это много воды сейчас отолью маленечко ага и теперь я сюда несколько веток которые мне ну пока ростик они самые качественные я возьму и опущу ведро занесу в дом там теплее и буду ждать когда они проснутся именно цветочные почки я вам должен доказать что я не верблюд и что у меня самая морозостойкая в мире самая морозостойкая в мире персик вот вот допустим смотрите целый вот этот я вам продам я шучу потому что вы все одно мне не купите вот этот вот вот этот вот вам продам вот и вот еще несколько видите вот этот продам ну и так далее поняли да это самое ценное в мире они должны стоить сейчас примерно ну так по миллиону не не рублей каких рублей разве может стоить миллион рублей миллион долларов и от них так же как я с этого начал теперь триумфальное шествие персика по россии и даже и даже с чего лучше на украине пошло там тоже есть проблемы с персиками все друзья заканчиваем разговор вот единственное что я потом вам специальный фильм сниму вот персик я сейчас только привал третьим этажом вот так еще обычно до 20 минут вы не ворчите а если дольше то вы же говорите что устали слушать вот видите что тэп то что